Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня хочу поговорить с вами о посланиях филиппийцам, буквально некоторые стихи, которые вы тоже уже наверняка знаете, но хочу напомнить. Знаете, Писание говорит, что нужно напоминать, всегда напоминать Слово Божие. Итак, 4 глава с 4 стиха. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю вам, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, только добродетель и похвала о том помышляйте». И заканчивается этот отрывок, я не буду весь его читать, заканчивается он 13 стихом, где написано. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И это то провозглашение, которое мы должны провозглашать каждый день в нашу жизнь. Итак, давайте разберем эти стихи по порядку. Четвертый стих. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю вам радуйтесь». Бог всегда призывает нас к тому, чтобы радоваться в Господе. Это мы читаем еще в псалмах, это мы читаем и в «Деяниях апостолов», это мы читаем во всех Евангелиях, что Бог призывает нас жить в радости. Это не значит, что мы должны всегда радоваться, даже если у нас какое-то там непонятное событие происходит в жизни, и нам как бы все неясно, чем все закончится. Писание нам говорит, не заботьтесь, что вам есть и что вам бить. Но с другой стороны, это будет более звучать правильно, как «не беспокойтесь о том, что вам нужно». То есть беспокойство, то есть отсутствие покоя – это то, чего в нашей жизни быть не может. И когда человек радуется, когда у него нет этого отсутствия покоя, когда он абсолютно спокойно может радоваться, он может радоваться с радующимися и плакать с плачущими, потому что он находится, живет здесь и сейчас, нынешним моментом. И это то, что говорит нам Иисус, он говорит, всяк ему дню достаточно своих забот. И дальше написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. То есть нам не нужно ни о чем заботиться, как детям, которые приходят к своему небесному отцу и говорят ему, папа, нам нужно вот то-то и то-то. Но вы знаете, что происходит иногда, когда к нам приходят наши дети? Они говорят, мне нужно то-то и то-то. Но мы-то, как взрослые, точно знаем, что им нужно в этот момент. И мы сами делаем им все, что нужно. И они ни о чем не заботятся. Они открывают холодильник, там всегда есть еда, они открывают свой шкаф, там всегда есть одежда, у них есть где спать, у них есть куда прийти. И об этом никто не заботится из них. Они, когда становятся взрослыми, они точно таким же образом поступают со своими детьми. И наш Небесный Отец делает то же самое. Он показывает нам, что Он во всем заботится о нас постоянно и непрестанно. И Павел говорит, что мы должны всегда с благодарением открывать свои прошения перед Богом. То есть что значит с благодарением? Когда мы что-то у Бога просим, когда мы обращаем Его внимание на какие-то наши нужды, которые нам кажется, что нужно удовлетворить прямо сейчас, в этот момент мы должны благодарить Бога за то, что это уже в нашей жизни произошло, потому что мы видим с вами несуществующее, как существующее. И только таким образом мы создаем свою реальность. Мысль материальна, и все, что мы думаем, все, что мы провозглашаем, в конце концов материализуется в нашей жизни. Так работает духовный мир. Все, что происходит в духовном мире, в конце концов отражается на мире материальном и физическом. И здесь написано дальше. И, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала о том помышляйте. То есть мы не должны допускать никаких злых мыслей в свою голову. Они, конечно, будут приходить, сатана будет пытаться нам посеять страх, сомнения, как сейчас это происходит, про эти вот дни, когда в мире бушует этот вот вирус, корона. У каждого из нас есть какие-то сомнения, страхи, непонимания того, что будет дальше. Но Писание говорит, что об этом не нужно помышлять. Мы должны фильтровать эти мысли, мы должны отбрасывать их прочь от нас. Мы должны помышлять только о том, что здесь написано. Это переписан 4 глава, 8 стих. Это образ нашей мысли. Так мы должны мыслить. И дальше написано, что мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. То есть если человек говорит, я не могу так думать, у меня сложная ситуация, я не могу, меня то отвлекает, это отвлекает. Я тут забочусь о деньгах, здесь забочусь о здоровье, тут забочусь о детях, там забочусь о квартире, здесь забочусь о машине. В этот момент мы привлекаем внимание к нашим проблемам не Бога. Мы привлекаем к нашим проблемам внимание дьявола. И он приходит и усугубляет наши проблемы. И он пытается внушить нам мысли, что мы не можем с ними сами справиться. Но в укрепляющем нас Иисусе Христе мы можем с ними справиться, мы все можем. Написано в Писании, в оригинале, если мы берем греческий перевод, там написано, что я все могу силой того, кто мне дает силу. То есть я не своими силами все это делаю, но силой того, кто мне дает силу, я могу с этим справиться. И поэтому это наше провозглашение должно быть сегодня, в эти трудные дни, когда нам кажется, что все потеряно, что ничего уже не вернуть, что ничего невозможно исправить. Во-первых, всегда помнить, что есть надежда. Бог пришел, чтобы дать нам будущность и надежду. Будущность не в том, чтобы мы просто сейчас все потеряли и исчезли с этой земли. Нет. Будущность – это наша вечная жизнь. И надежда на то, что все это когда-нибудь прекратится. Я понимаю, что сегодня это, возможно, часть из того Божьего большого плана, когда сгущается тьма, и она покрывает народы. Но помните, что над нами воссияет Господь. Над нами, как и на Иерусалиме, воссияет Господь, и мы всегда будем впереди. Потому что мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. Ободряйтесь этой мыслью, ободряйтесь этим провозглашением каждый день. И не говорите, я не могу этого стерпеть, я не могу это пройти, я не могу это понять. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Будьте благословенны. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова